Бои за Часовьяр и Торецк. Возле Селидова россияне казнили военнопленных, обстрелы Сум и Покровска. Этой ночью погибли трое детей в Мариуполе. Кадыровцы вывозят металлургический комбинат, а российские спиртзаводы атакуют дроны. Это итоги вторника, 22 октября от команды новостей Донбасса. Я Кристина Терещенко и мы начинаем. Российская армия смогла вклиниться в линию обороны ВСУ возле Часовьяра. Идут ожесточенные бои, но о потере города пока речи не идет. По словам пресс-офицера 24-й бригады вооруженных сил Украины, ситуация оставалась напряженной в течение последнего месяца. И оккупанты предпринимали попытки штурмов ежедневно. Днем солнце, ночью и вечером идет дождь, поэтому был сильный туман. И оккупанты использовали в очередной раз изменение погоды в свою пользу, чтобы перейти канал. Сейчас он заблокирован. Продолжается работа по локализации. И сейчас все силы бригады настроены на то, чтобы уничтожать оккупанта в том квадрате, где он сейчас заблокирован. По его словам, ситуация на фронте остается критически сложной. Россияне преобладают по численности и пытаются проломить украинскую линию обороны. Сам Часовьяр поливают огнем артиллерии, ракетами, забрасывают авиабомбами. Но оборона продолжается. Наступление в районе Часовьяра армия РФ ведет уже более полугода. Город, в котором до полномасштабной войны проживало чуть более 12 тысяч человек, почти полностью разрушен. Продолжаются бои внутри Торецка и Защербиновку. Аналитики Дипстейт фиксируют продвижение россиян западнее Нью-Йорка. Горячо и на Кураховском участке фронта. Там оккупанты продвигаются со стороны Максимилияновки и Курахова, а также с юга на север из-под Водянова. ВСУ отбивают все штурмы захватчиков. На этих кадрах украинские десантники уничтожают российские танки и БМП. Очередное военное преступление РФ. Новый факт казни военнопленных. Возле Селидова россияне в упор расстреляли двух безоружных бойцов ВСУ. По оперативным данным днем, 18 октября оккупанты захватили в плен двух украинских военнослужащих в Покровском районе. Россияне положили безоружных пленных лицом вниз, прижимали ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматов. Прокуратура начала расследование. Напомним, что убийство военнопленных – это грубое нарушение Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Каждый день россияне убивают и мирных жителей. В Суммах этой ночью в собственном доме погибла семья из-за атаки Шахеда. Это 14-летняя девочка, ее мама и тетя. Папа девочки чудом выжил, его спасатели достали из-под завалов. Сейчас он в больнице с многочисленными переломами и травмами. Утром атака дронов повторилась уже на многоэтажные дома и объекты критической инфраструктуры. В этот раз, к счастью, никто не пострадал. Двое детей были убиты в Покровском районе Донецкой области, где обстрелы происходят практически ежедневно. Вчера вечером оккупанты двумя Шахедами ударили по селу Новоукраинка. Там погибла 14-летняя девочка, а также ранение получила молодая женщина. Ближе к полуночи россияне сбросили авиабомбу на село Янтарное под Курахово. В одном из домов погибли женщина и мальчик 11 лет. Ранен также мужчина. Ночью под ударом оказался центр Покровска. Повреждена железнодорожная инфраструктура. На Мирноград этим утром россияне сбросили авиабомбу КАП-250. Попали в пятиэтажку. Один человек там погиб и еще один ранен. Повреждены также семь жилых домов. Тем временем в захваченном Мариуполе кадыровцы вывозят оборудование, сталь и уголь с металлургического комбината имени Ильича. Предприятие досталось главе Чечни Рамзану Кадырову в качестве трофея. По информации издания The Wall Street Journal контролирует комбинат «Ставленник Кадырова». Советник Вахид Геремеев. Официально он должен охранять предприятие, а по факту занимается вывозом всего ценного, что там осталось. Его подчиненные уже отправили в РФ производственную линию стоимостью около 220 миллионов долларов. Окупационные власти сообщали, что за полгода с завода вывезли 130 тысяч тонн металлопродуктов на сумму 16 миллионов долларов. По информации легитимного мэра Мариуполя Вадима Бойченко, материалы, которые вывозятся, потом используются для производства автомобилей и в строительной отрасли. Кроме того, Роскосмосу продаются промышленные газы. Этим занимается еще один соратник Кадырова Алаждадашев. Согласно таможенным данным, осенью 2022 года Мариупольский комбинат продал московскому трейдеру стальные грузы на сумму 380 тысяч долларов. Как в обход блокировки продолжать читать сайт новости Донбасса, если вы из России или на оккупированных ею территориях? Все просто. Загрузите и установите браузер Сино, чтобы иметь доступ к правдивым и независимым информационным ресурсам. Инструкцию, как это сделать, мы уже оставили по ссылке в описании этого видео. Несколько областей РФ атаковали украинские дроны. По данным местных властей, пострадали предприятия в Тульской, Тамбовской, Воронежской областях, в том числе спиртзаводы. Кроме того, утром временно закрывали аэропорт в Нижнем Новгороде. Там водили план-ковер, перенаправляли самолеты на другие аэродромы. Позже в Минобороны РФ заявили, что якобы сбили 18 беспилотников. По их традиционным данным, никто и ничего не пострадал. В Судане, где продолжается война, сбили грузовой самолет с россиянами на борту. Как пишут СМИ, самолет летел из ОАЭ и был случайно сбит в Дарфуре сепаратистами сил быстрого реагирования. Вероятно, самолет перевозил оружие, которое для них же и предназначалось. Точное количество пострадавших неизвестно. Журналисты публикуют фото с документами пилотов с места падения самолета. У одного из них российский паспорт. У другого удостоверение главного инженера компании, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией. На удостоверении также написано Международный аэропорт Манас. Это главный международный аэропорт Киргизии. В российском посольстве крушение подтвердили без каких-либо подробностей. Напомним, что весной 23-го в Судане началась гражданская война между действующей властью и силами быстрого реагирования. По данным ООН, в результате боевых действий погибли более 20 тысяч человек. Более 8 миллионов были вынуждены выехать из страны. Сообщалось, что в конфликте, вероятно, участвовали наемники ЧВК «Вагнер» и украинские военные. Все на сегодня. Больше информации 24 на 7 в нашем телеграм-канале «Новости Донбасса». Такие сводки, как это, выходят с понедельника по пятницу на YouTube-канале. Обязательно подписывайтесь и включайте уведомления, чтобы не пропускать. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok